Цена биткоина сейчас в точке завершения своей третьей основной параболической волны. И зона завершения паттерна симметричного треугольника сходится с нашей восходящей параболической линией. Так что мы сейчас непосредственно перед точкой перегиба между продолжением параболического тренда или пробоем вниз под параболический тренд. Мы всего в паре дней от разрешения этой ситуации. Привет, ребята, как дела? Добро пожаловать на канал, меня зовут Кевин Свенсон, и мы поговорим о цене биткоина. Вы можете заметить, что мой сетап отличается. Он по-другому выглядит, по-другому звучит. Я на самом деле сейчас в отпуске, на пляже получаю свою дозу солнца, но тем не менее я понял, что должен сделать апдейт, несмотря ни на что, потому что биткоины сейчас дела идут достаточно интересно. Итак, в начале этого видео мы обсуждали параболический тренд биткоина, и как зона завершения паттерна заканчивается прямо около восходящей параболической линии тренда. Итак, это критическая точка, важная точка, точка перегиба для биткоина. Я запостил кое-что в Твиттере сегодня, где я сравнил тренды объемов 2017 и 2021, в период параболического тренда. И я сказал, вот два изображения, сравнивающие тренды объемов 2017 и 2021. Финальная фаза эйфории, скорее всего, будет сопровождаться равномерным увеличением среднего объема. Позвольте кликнуть на график 17, и график 17 показывает нам, что был спад объема в течение первых двух параболических развитий. И как только мы начали движение в третью основную параболическую фазу, в финальную фазу эйфории начался стабильный прирост среднего объема по пути к All Time High. И что очень интересно, если вы посмотрите на график 2021, у нас есть снижение объемов, как и в прошлом цикле. И у нас есть раз, два параболических развития, и мы сейчас на третьем. Итак, чего я жду, это финальная фаза эйфории. Когда мы действительно получим настоящее извержение графика, где эмоции окончательно пикуют. И мы этого еще не видели. Обычно пик эмоций сходится с пиком объемов. И у нас еще не было роста объема со временем. Так что я думаю, что даже если биткоин пробьется вниз, скажем, в худшем случае, биткоин в скором времени пробивается вниз. Я думаю, что этот прорыв будет чем-то более похожим на это. В этом периоде у нас был симметричный треугольник, и потом мы пробились вниз. И потом мы получили разворот с двойным дном. Сейчас мы внутри симметричного треугольника, и даже если случится худшее развитие, я думаю, что мы все равно восстановимся. Просто потому что объемы на графике показывают, что у нас еще не было эмоционального пика. Так что держите в уме, что сейчас происходит не только уменьшение объема, без основного пика эйфории. Обычно основное извержение в рынке сопровождается огромным всплеском объемов. И так этого сейчас нет. И также мы видим, что баланс биткоина на биржах только что достиг минимального значения за два года. Глядя на этот пост от Glassnode, мы видим, что баланс на биржах только что достиг двухлетнего минимума в 2,4 миллиона. Он все еще падает. И обычно перед пиком рынка, как здесь в 2019-м, баланс на биржах, очевидно, вырастает. Большие игроки, киты, не продают свои биткоины. Баланс на биржах падает. Так что, по моему мнению, не будет большого слива. Да, короткосрочная. Просадка возможна. Но в долгосрочной перспективе, я думаю, что мы в середине бычьего рынка. Друзья, представляем вашему вниманию криптобиржу токенизированных активов Currency.com. На бирже представлены различные криптовалюты, а также токенизированные акции, драгметалы. Также вы можете торговать здесь DeFi токенами, в том числе Uniswap, Compound и так далее. И валютами. На бирже имеется торговля с левереджем. Также очень удобное мобильное приложение, которое облегчит вашу работу с этой платформой. Ссылка в описании. Биржа Currency.com Это все движение цены, характерной для середины бычьего рынка. И это именно то, что это графическое представление вам показывает. Что это все движение цены, характерной для середины бычьего рынка. Глядя на недельный график биткоина, сейчас у меня нет моего обычного графика. Мои регулярные зрители знают, как он выглядит. Сейчас я использую другой компьютер. Но мы можем видеть, что в прошлом бычьем рынке тренд после халвинга был медленнее, чем он сейчас. Сейчас больше интереса. Этот тренд развивается гораздо быстрее. Это очень во многом из-за экономической среды. Если бы в мире не происходило то, что сейчас происходит, этот тренд, скорее всего, выглядел бы по-другому. Все зависит от событий в мире. И станок, печатающий деньги, ускоряет этот цикл, заставляя развиваться его гораздо быстрее. Мы знаем, что на горизонте маячит инфляция, и многие институционалы знают это. И так это интересно видеть, то, что этот бычий цикл происходит быстрее, чем предыдущий. Теория удлиняющегося цикла. Фальшивая теория. Ее нечем подкрепить. Нечем подкрепить заявление, что цикл удлиняется. В прошлом бычьем рынке пурпурный, 10-недельный мувинг был первоочередным индикатором поддержки. Первоочередной поддерживающий средний скользящий. Но были некоторые прикосновения к 20-недельному мувингу. А в этом бычьем цикле мы катимся только по 10-недельному мувингу. Это было нашей линией поддержки. Мы не прикасались к 20-недельному мувингу. Некоторые говорят, что думают, что цена пойдет вниз. Если это случится, возможно, мы просядем на 38-40 тысяч. Что не так уж серьезно. Это прямо на уровне закрытия этих недельных свечей. Я бы не особо волновался. Я бы фокусировался на долгосрочной перспективе. Это будет хорошей зоной аккумуляции перед тем, как мы продолжим движение наверх. И по моему мнению, мы увидим формирование вершины летом этого года. Как представлено здесь в Твиттере, эти графики показывают, что как только мы получим начало роста объема, у нас будет период всего в 3 месяца. По крайней мере, так было в 2017-м. Переходя к следующему слайду, в этом году, если начнется увеличение объема в финальной фазе эйфории, это может быть всего 3 месяца. Это означает, что мы дойдем до пика летом этого года. Это то, на чем я сфокусирован. Краткосрочная перспектива меня не интересует. Она не меняет мою жизнь. Долгосрочная перспектива — это то, что лично для меня жизнеменяющее. Я думаю, что где-то в этой области запустится ETF на Уолл-Стрит. Я знаю, что есть европейский ETF, я знаю, что есть канадский ETF, но это не те фонды, которые меня волнуют. Меня волнует фонд Уолл-Стрит. Это фонд, который действительно имеет значение, фонд, который имеет наибольшее влияние. Не обязательно рост закончится одновременно с запуском фонда. Когда ETF запустится, на самом деле может случиться еще одна волна месячного роста. Последняя волна хайпа. Когда среднестатистический человек видит в новостях, что биткоин получает ETF, и он доступен для инвестирования. И это провоцирует последний скачок. Я думаю, что, вероятно, будет финальный скачок после запуска ETF. Мы подпрыгнем до очень высокой цели тысяч в 250. Но я думаю, что это будет зоной, где розницу втянет в рынок. По крайней мере, я так думаю. И траектория этого тренда указывает на лето этого года. Пока что-то не произойдет на полпути, это то, чего я буду придерживаться. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok